приветствую вас дорогие друзья дорогие зрители и подписчики моего канала за микрофоном как обычно антон а на ваших экранах фир 3 как и обещал закрываем серию фир 3 и последней частью к сожалению а может быть и к счастью за более чем 10 лет продолжения так и не вышло почему к счастью ну потому что серия однозначно начала скатываться хотя если так разобраться первая часть тоже была не особо шедевральной игрой но по крайней мере в первом эфире была душа чувствовалось что в этой игре есть вот что-то такое что цепляет до 1 фир тоже был не идеальной игрой очень сложной нудной местами жутко однообразной и скучной но все-таки там была душа а вот здесь уже во второй части фир думаю и в третьей тоже душа потихонечку из серии начала уходить я думаю что в третье и не будет абсолютно в принципе это можно узнать даже не играя а даже почитая рецензии и отзывы но тем не менее давайте друзья мои узнаем это собственноручно посмотрим что же такое фир 3 прохождение первой части и двух дополнений прохождение второй части и дополнение ко второй вы можете найти на канале все это есть ну переходим сейчас собственно говоря к 3 давайте начнем мы были братьями прототипные командиры в новых телепатических войнах я был любимцем я дал им то чего они хотели я дал им крови говорят связь с матерью вызвала у меня жажду убивать он был первым прототипом благодаря улучшенным рефлексам он был непобедимым убийцей когда брат нашел меня он пустил пулю мне в голову но наша телепатическая связь не прервалась словно проклятие мы связаны кровью а а а Отвечай на вопросы! Мы знаем, что ты и есть прототип. Мы знаем, что ты и убил своего брата. Убить меня! Армахем повсюду! На помощь! Где она прячется? Убей! Брат! Убей! Все бесполезно! Ты ее не спасешь. Ты на другом конце света. И когда мы найдем ее, мы будем в горе. КОНЕЦ 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 А в последнем начале Сыновья Альма объединяются, чтобы уйти от Армахема. Пока неясно, будут ли они братьями или соперниками. Глава первая. Тюрьма. Говорит агент Фиар Чин Сунг Вон. Если меня слышит союзник вооруженных сил США, пожалуйста, ответьте. Фейерпорт взорван ко всем чертям. Отряды Армахема, проводящие зачистку, уничтожают всех. Я скрываюсь в подземных туннелях фейерпорта. В одиночку мне отсюда не выбраться. Согласен, нам нужно уходить, но она... Так. Ну давайте будем как-то двигаться. На самом деле, конечно, чувствуется возросшее качество относительно предыдущих частей. Но я имею в виду, заставка была достаточно эпичная. Много крутого замедления. Но, что забавно, заставка примерно на процентов на 50, может быть даже более, состояла из кадров из первого эфира. Что как бы дает нам понять, какая часть на самом деле является крутой. Пипец, тут кого-то разворотило. Пациенты усыпят перед транспортировкой. Конец связи. Твою мать, где эти козлы-то? Лучше там вообще ничего не трогать. Опа. Привет, дядя. Как типа жопе врезал, да? И тут же завладел пистолетом. Что абсолютно потрясающе. Заблокировано. А если отстрелить? Да, я на свободе. К слову сказать, в оригинальной игре нет русификации. То есть уже даже издатель подзабил на игру, да, и не стал ее локализовывать. В то время как предыдущие части были локализованы. Вторая очень даже хорошо. Ох ты, мать твою. Альмочка. Альмочка. Ну так вот, локализации нет. Я использую любительский русификатор. Ссылку на который, естественно, оставлю в описании. Ну. Все. Вроде бы да. Вроде бы все. Так. Ну что, будем двигать дальше? Ну, фонарики, естественно, у нас есть, конечно же. Опа. Найс. Пистолеты, это хорошо. Опа. Гранатки. Лови, мудак. Ух, как их размазало. Нет, ребятки, подкрепление поздно высылать. Да, это все вернется к тебе. Да. Конечно, Феттель в новой вариации выглядит очень, ну, скажем так, сомнительно. Если в первой части он был реально таким, ну, знаете, каким-то таким жутковатым, но при этом, ну, привлекательным персонажем, то здесь он какой-то напомаженный косплеер. Не знаю, как еще это назвать. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь. У нас пара дублей. Дуб! Черт, он на свободе! Пара дублей. Замедло включилось. Забираем оружие. Хорошо. Я даже, честно говоря, немножко уже и подзабыл, да, про замедление. Даже как-то и не подумал, что его можно было бы подрубить. Он там отъехал или нет? Вот этот же миг за ящиком. Он отъехал, конечно же. Есть. Блин, помню, когда в первый эфир играл. Я чувствую, что в этом прохождении я много буду вспоминать про первый эфир. Но, тем не менее, когда я играл в первый эфир... Как же все было круто. Ну, в том плане, что... Замедление. Кровища. Отлетающие враги. Это было реально так... Как-то свежо круто. А плюс ко всему еще и хоррор-элемент присутствовал. Это было что-то прям вау. Хотя все-таки... Эфир всегда был больше шутером, чем хоррором. Но, тем не менее. Ты че? Ты кому там соврался по делам говорить? Черт. Ты обыкновенный черт. Так. Блоки, 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 блоки. Так. Просто я так осматриваюсь. Ничего бы не пропустить. Важного нужно. Вообще, на самом деле, это круто, что можно прятаться за укрытиями. Да, то есть вот так раз-раз. Высунулся, пострелял. И хорошо. Во. Даже вот так вот из-за укрытия можно выглядывать и постреливать. Ну, неплохо-неплохо. Во второй части хера, кстати, у нас отобрали эту финишку. Да, и... Там мы могли делать себе укрытие. То есть переворачивать столы, подвигать тумбочки. Кровати переворачивать. Соответственно, делать себе укрытие. А вот в первой части, опять-таки, можно было... Вот так раз. Ну, там можно было вправо-влево выглядывать на Q и E. Здесь нас новой дополнительной фишки научили. То есть... Буквально прилипать к укрытию. Всячески с ним взаимодействовать. Ну, да ладно. Будем двигать дальше. Очень круто, что мне насыпают всяческие, собственно, внутриигровые данные, да. Ачивки в игре есть. Очень здорово. Хотя бы ради этого стоит пройти третий фир. Пособирать в стиме достижения. Это прикольно. Не знаю, что здесь за алкаш. В этой камере находился. Однозначно, кто-то тут любил выпить. Я ожидаю, что за этой дверью, за какой-нибудь из, будет какая-нибудь бяка. Потому что музыка эта играет такая, знаете ли, как будто прям, ну, стоит ожидать. Ох ты, господи. Тут, видимо, кого-то, кого-то уже прибрали. Возможно, даже Феттель. Да. Какого-то вояку. Из Армахема убрал. Так, телепатическая связь. Ну, давайте восстановим эту связь. Так. Полторы тысячи очков заработали. Полторы. Пистолет у нас есть. Нужен, наверное, даже открыть. Да. Осторожнее с фонариком. Он может тебя выдать. Спасибо, братец. Разрушаемое укрытие. Спасибо большое, что написали. Лови. И прежим их меня срисовал. Ну да и ладно. Ого, как он перекувыркнулся. Забавно. Парниша мне дробовик принес. Неплохо. Но я, пожалуй, с автоматом похожу. Точнее, пистолетом-пулеметом, естественно. Замедление. Они мне там уже, суки, гранаты закидывают. Слушайте, а враги довольно жёсткие. Я тебя тоже. Ах ты, сука, бессмертная. Твою бать, в укрытие. Твою бать, в укрытие. Обожаю, когда во время замедления кто-то что-то говорит. И, соответственно, тут же... Тут же это всё замедляется. Так, ну жалко, что у нас только два оружия. Дайте вместо пистолета. Может быть, возьму дробовик. Может быть, это будет иметь смысл. Помните, опять-таки, в прошлых частях Фира. Можно себе было такой арсенал набрать. Чё, у меня у вас, ребят, гранатами выкуривают, что ли? Ну, вроде разлетелись. Блин, толстенные пули не пролезают. Не пролетают. Сквозь эту сетку. А жаль. Пистолет-пулемёт называется Бриггс. Но разработчики меня не сбьют с панталыку. Я знаю, что это UMP-45. Так, короче, надо менять позицию. Но не расходовать сразу весь, собственно, свой запас замедления. Ну, а если бы точным ускорения. То есть, это мы движемся с такой большой скоростью, что противники наши не могут уследить за нами. У нас такие хорошие рефлексы. Ух ты мать твою, граната. Ну, по-моему, убрал его. Тихо. Отсидимся, подождём. Кто-то просто банки выкидывает. Я уж думал, там гранаты. Тихо, ныкаемся. Отстрел. Так, что у нас? 18 патронов всего-навсего. Ну, я думаю, этого даже хватит. Нет, братишки, извините вас. Из камеры нельзя освободить. Ему в локоточек нельзя стрельнуть. Но зато в голову можно. Say hello. Ладно. Он уже не успеет ничего сказать. Не hello. Не мазафакерс. Ничего. Ладно, движемся дальше. Задолбали выкидывать. Я каждый раз обсираюсь. Думаю, что это граната. Козлы. А ведь я думаю, что граната когда-нибудь рано или поздно вылетит отсюда. Вот это будет беда. Так, ух ты. Откуда? Откуда стрельба? Ладно. Не знаю откуда, но однозначно к этому парнишке мы еще придем. Который по нам постреливает. Будешь сидеть вечно. Давай, выходи. Ммм. Вот что там за парнишка. Вот откуда он вышел. Но я все еще пройду здесь. Так, установим телепатическую связь. Хорошо. Хорошо. Ну все, тут уже... Тут уже никуда нам не пойти. Так, на дробовик, кстати, патроны. Хорошо. И гранатки есть. Супер. Интерфейс, правда, конечно, в третьем фире не очень. Но какой-то он... Не знаю. Нестильный, что ли. Такс. Давайте. Закроем за собой, чтобы сквозняков не было. Испытания. Какие испытания у нас есть. Да. 25 убийств из пистолета-пулемета. Собрать буквально еще один, да. Набор гранат или боеприпасов. 25 хэдшотов повесить. 50 убийств подряд. Использовать укрытие в течение 100 секунд. Неплохо. 20 убийств из стрейдер. Марк 7. Это пистолет, видимо, так называется, да? Стрейдер. Ну, круто, 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 на самом деле, что игра хотя бы вот этим вот берет. То есть, тем, что... Можно... Господи, это крысы. Можно хотя бы вот ради испытаний и челленджа проходить, повыполнять соответственно задания в игре. Хотя бы ради этого. Ну, прикольно, прикольно. Так, светошумовые гранаты нам теперь доступны, да. Так. Попробуем переключиться. Там за стекло. Там за туманами. Вечными пьяными. Какой хер с дробовиком вышел. Слушайте, ну прям на секундочку вернулся в старый добрый хер. Как он вольно меня откинул. Жесть. Сука, гранату закинул. Ну, славно, славно пострелялись. Хорошо. Вообще, пока у нас такие закрыты помещения, лучше все-таки использовать дробовик. Лучше. Заманали, блин. Ну, к слову сказать. Дробовик вновь силен. Дробовик вновь хорош. Потому что во втором эфире дробовик был просто каким-то зефирострелом, горохометом. Здесь вновь чувствуется мощь. Дверь заблокирована. Братишка. Братишка. Так. Вот, похоже, как мы можем пройти. Наверное, установить телепатическую связь. Да. Хорошо. Пистолет, пистолет, ящики с боеприпасами. Хорошо. Ящики, это хорошо. Я уже был подумал, это граффити балласов. Надо было бы закрасить. Но это не граффити балласов. Если только балласы не обладают сверхспособностями. И не содержатся в каких-то сомнительных тюрьмах. Под присмотром ребят из Армахем Технолоджи. У двери. У нас противник. На 10 часов. Все, все, все. Меня рвать. Супер. Уж не знаю, что за дробаш. Но, черт подери, он мне очень даже нравится. Хороший дробовик. Супер. Так, кафетерий. Кафетерий, это туда. Но мы будем двигаться в кафетерий. Я люблю пожрать. Поэтому будем двигаться туда, где есть еда. Такс. Центр докладывает Янке-4-1. Удерживаем позицию в столовой. Если он доберется сюда, мы его возьмем. Мужик. Я бы на твоем месте не был бы так оптимистично настроен. Тихо! Вот и я, господа. Че, да? Нет, нет! Ложись! Где еще? Бочки взрываются? Да, бочки взрываются. Ну и? Давайте, ребятки. О, только я отвлекся. Сука, сука. Хорошо. Что там за психованный стреляет? Кстати, как там мои испытания. Провести 140 минут... Прошу прощения, 140 секунд. В укрытии. Видимо, я это испытание уже выполнил. Видите, какая музыка динамичная пошла. И, кстати, братишка Феттель что-то не выходил на связь достаточно давно. Ловите, ребятки. Круто, что бойцы Армахема так, знаете, с матерком комментируют свои действия. Буквально как бандиты из Сталкера. Ну, на самом деле, я думаю, что в оригинальной озвучке все примерно так и есть. Только они там говорят что-то типа фак, щет и прочее. Ну, вообще, на самом деле, оригинальный дубляж... Тоже был достаточно эпичен. Дубляж первого эфира, допустим. Там, например, была фраза... Сдохни, козел! Которую говорили бойцы-клоны. Прикиньте. Кдшусь. Во, кстати, засчитали испытание кемпинг. Вот, сука. Чуть не убил меня, падла. Так, дрововик, кстати, у нас патроны на него есть. Ну, где же ты? Я тут. Дрововик, кстати говоря, довольно мощный, но все еще, знаете, в духе старых частей, да? Когда нет адекватного прицеливания. Все прицеливание заключается в том, что ты башку просто поближе двигаешь. Вот таким вот образом. И все. В то время, как, допустим, пистолетом, пулеметом мы целимся нормально. Глядя, собственно говоря, в мушку и целик. Но в данном случае в коллиматорный прицел. Вот, ладно, идем дальше. О, вот тут боеприпасов нам насыпают. Хорош. Господи, какой саундтрек мощный. Эпичный, как будто Ханс Циммер писал. В чем я сильно сомневаюсь. Объект направляется наверх. Перехватить его. Да, ребятки, я уже наверху. Срываем вам рожи. Угу. Вот сука. Найс. Ну, больше вроде никого тут нету. Да, я вижу рубильник, который нам поможет. Вижу дверь заблокированную. Так. Так. Связь. Устанавливаем. Теперь у нас есть способность подкат. Нажимаем shift. И среднюю кнопку мышки. Найс. А можно прыжок и... Вау. Нет, ну это тупо то. А если еще и замедлеем все это скомбинировать, то это же вообще угар. Ну-ка, братишка. Зайдешь ко мне? Ладно. Не хочешь, как хочешь. Сука. Вот как ты тут подкрался ко мне? Мразь. Ух, чуть не убили, блин. Животное. Так, черти из табакерки повылазили. Жесть, что-то они прям наседают. Ладно. От... Дробовика я временно откажусь. Дорим, этот пистолет-пулемет, наверное, здесь будет как-то более адекватен. Угу. Есть. Ну, тупо хэдшот. Тупо снайпер. Вообще, наш главный герой, конечно, машина смерти. Если так разобраться, напоминаю, что наш главный герой – это первый прототип. В то время как Феттель – второй. То есть, по идее, наш главный герой вообще, ну, просто... Просто зверь воплоти. Машина смерти. Докладывать Дальта-3-2. Объект скрылся. С какими-то чудовищными способностями. Так, давайте остановим телепатическую связь. Угу. Так, а сюда можно пройти? Да, можно. А нужно ли? Вот. Не думаю. Всем отрядом при стрельбе был поврежден газопровод. Из-за чего пострадавление или при передаче. Будьте осторожны. Бляха, ну-ка. Что это такое было? Я уже даже и забыл, что в Фере присутствует хоррор-элемент. Как-то все постреливаем-постреливаем, а тут вдруг неожиданно... Тима. Какие-то пугалочки завезли. Рычит кто-то. Не знаю. Вот этим, к слову сказать, Фер был... Первый славен. То есть... Я такой привык к шутеру. О, какая-то бебезьяна пробежала только что. Ты вроде привыкаешь к шутеру, что пуф-пуф, пиф-паф, кидаешь гранаты. Такой весь из себя рэмбо. А потом вдруг... Бра! Какая-нибудь бяка из-за угла высовывается. И можно обкакаться штаны. Ух ты, мать твою. Вот это заперся я, конечно. О! Шашлычок. Я думаю, это... Братишка мне помогает. Братишка Феттель. Делает из солдата Армахема шашлычок. Так, вообще, есть ли мне смысл сюда идти? Конечно же, есть. Найдите вход в канализацию и совершите побег. Так, установим еще одну телепатическую связь. Супер. Блин, как-то вычурно все-таки нам подкидывают боеприпасы на наше оружие. Вот прям как-то так. Не просто мимолетом, мимоходом, а... Очень прям в лоб. И по лбу. Ну, один хрен, пули не пролетают. А жаль. Могли бы, например, сделать так, чтобы пролетала каждая, допустим, вторая. Или каждая третья. Ну, под таким углом. Через несколько слоев сетки. Это было бы прикольно. На нахер. Все. Вы это видели? Жопу ваших хули. Не трожьте меня, суки. Я жить хочу. Я уже даже не прицеливаюсь. Уже даже не трачу времени на это дело. Так, я хочу заныкаться сюда. И, скорее всего, сюда нам и надо. В тюрем на блоке Цельсия. Серьезная учечка газа. Серьезные опасные взрыва. Ждем распоряжения. Приказно удерживать позицию до тех пор, пока Цельсия не обеспечивает. За мной! Сейчас. Говорит ЭТТ-2. Вас понял. Конец связи. Сейчас, ребятки, сейчас. Еле выжил. Круто, что все-таки игра немножко дает нам, ну, скажем так, право ошибиться. Не так уж, что прям, ну, жестко валит. Ну, вы понимаете, о чем я. То есть, грубо говоря, я уже несколько раз встревал в ситуации, когда мог откинуться. Охренительно прокинул гранату. Короче говоря, когда мог откинуться, но, тем не менее, этого не произошло. Все-таки я выжил и успел сдриснуть отсюда. Стрейфимся, стрейфимся. У, хорош. Вот, сукин сын. Еще гранаты прокидывает. Эти по жопе. Кипец, меня что-то прям берет. Я прям с префаером выхожу. О, мать твою, что это? Что за сущность в виде гномика? Что за сущность в виде гномика? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я дал вам жизнь! Я обородил вас! Я вас создал! Вы будете меня бояться, как когда-то боялись! Ну, в общем-то, неплохо. Очень даже хорошо. Получили мы много различных очков за, опять-таки, различные действия, за установление телепатической связи, за различные атакующие действия и так далее. Ну, круто. Круто, что на самом деле это в игре и есть. Такие достаточно симпатичные менюшки, в отличие, опять-таки, от предыдущих частей. Но, в принципе, обо всех сторонах игры будет корректнее судить в финале, во время титров. Ну, давайте продолжим. Пойнтман намерен разыскать Чин. Он хочет вернуться в Фейерпорт. Брат следует за ним. Глава вторая. Трущобы. Вставай, они идут. Угу. Неприятные запахи или кто? Выбирайтесь с трущоб окружающих тюрьмой и разыщите, собственно говоря, Чин. Ну, давайте будем делать. Пипец, тут, конечно, трупов. Жесть. Видимо, всех, кто, собственно говоря, был в этой тюрьме и кто был неугодным, смывали просто в унитаз. Иными словами, ну, просто сливали людей. Извините за этот каламбур. Но, тем не менее. Откуда тут столько трупов, я не знаю. Ну, в общем-то, валим. Потихонечку. Вау. Альмочка. Жутко это было во второй части. Если есть возможность его снять, снимай. Лучше избавиться от него как можно быстрее. Хм. Променяли, говорят. Устанавливаем телепатическую связь, забираем свои полторы тысячи и идем дальше. Фонарика, к сожалению, нет. К сожалению. Забираем пистолет. Бойца прям разорвало здесь. Ну, если нам дали пистолет, значит, враг рядом. Делаю такой вывод. Противник где-то поблизости. Что это за... мерзость? Слушайте, а правда в канализациях растут деревья? Или это какая-то особая местность? Я видел тебя, сволочь. Тихо вы, я что-то слышу. Ух ты. Центр. Габарит эхо 3-1. Мы взяли его. Готовим к поступлению и транспортировать. Пипец, голумы тащим. Но если он будет за нас, то, в принципе, я думаю, в ближайшие порой... О, беременная Альма. Блин, ну если у нас реально будет такой вот союзник, да? Этот голум. Ту игру мы за пару часов осилим точно. Не мучайся, братишка. Да, блин. Ну хорошо, хоть мы теперь приоружим. Но я уж было подумал, что я просто не в ту дверь зашел. Оказывается, все так и надо было делать. Ну, типа, знаете, да. Ты выбрал неправильную дверь, дружок-пирожок. Пыточная Армахем Технолоджи двумя этажами ниже. Так. Надеюсь, что иду правильно. Не отвечает. Если упустим этого пациента, центр нас всех порвет. О. Ну, это уже что-то другое. Это уже что-то интересное. Открывай. Просыпнуй. Дистанция 3 метра. Центр. Хотель 26. Запрошу подкрепление. Нужны активаторы и мулы. Хотель. Хотел. Мазефака. Инглиш. Дуис пикет. О. Ищите способ выбраться из трущоб. Ловить, ребят. Найс. Судя по тому, что говорили, по-моему, на испанском, мы находимся не в США. А прям действительно где-то вот, где есть трущобы и фавелы. Что-нибудь может быть типа Бразилии. Опять-таки, да, локация вот прям антуражем своим напоминает или второй Bad Company, Battlefield, или второй Modern Warfare, или третий Max Payne. Кому как удобно. Ух. Хотел бы я эту гранатку подбить. У меня получилось. Так, здесь более ничего. Фонарик, в принципе, наверное, можно притушить. Я просто по старой памяти пользуюсь фонариком всегда. Это привычка, выработанная годами игры в Stalker. Как фонарик включил в начале игры, так и не выключаешь его до конца игры. Что сказал? Так, это... Это не то, кого мы должны атаковать. Так, хочу дробовик. Хочу дробовик и идти дальше. Здрасьте. Обожаю это дерьмо. Ух. Славно. Так, но поскольку входим в помещение, лучше взять дробовик. Тем более, Патричи подкидывают активно. Галишно было бы не взять. Что за хитрая падла там закрыла меня? Что за... Что за шуточки? Ух ты, мать твою. Гражданских отстреливают. Это уже прям как в... В МАКСИ ПАИНИ-3. Ну, помните, до момента, когда местная полиция уволила гражданских. Ах ты, мазафака. Вижу объект, я его не вижу. Сам понял, что сказал. Наверху? Нет, внизу. Паскуда, тварь. Автомат, брось. Ко мне, в Армахем. Хе-хе-хе, да это я так шучу. Так. Что-то уёб. Тихо-тихо-тихо, мракобесы, вы что творите? Эпично, конечно, заявляетесь на своих броневиках, но совеста надо иметь. Хоть замедление иногда спасает. Мою жопу. Уж больно врагов тут нехило. Причём, ребята, конечно, сейчас уже это не так удивляет. Да, и привлекает. Ну, то, что они там постоянно гранаты откидывают. Используют укрытия, как-то всячески стараются обходить. Ну, то есть, действует реально умно. Как будто ты не против ботов, а против реальных людей, против реальных игроков. Очевидно, какая-то тут вкуснятина продавалась. Но суть в том, что враги всё ещё по-прежнему доставляют неудобства, но уже нет такого вау-эффекта. Как они красиво лежат, прям в рядочек. Ну, это всё ещё Армахем Текнул. Боже, я узнаю этот логотип. Эти чё, таракан. Какие поделом. А ведь падла мог бочку вместе со мной взорвать. Животное. Вертолёт наш единственный шанс убраться отсюда. Да, я уже внутри, ребятки. Наш всех слышу, потушенный зомбоящик. Вау! Мазафака! Вот это уже что-то интересное. Вот это уже что-то прикольное. Кребятки, ловите. Ух ты, мать твою. А ведь и убить могут. Убили! Приближай! Это он! Тут всё-таки есть разделение на абсолютное укрытие и не абсолютное. Давайте, давайте, ребят, я вас подожду. Я буду как хитрая Криса сидеть здесь и ждать. Давайте, суки. Кто там, по-моему, стреляет? Почему маркер был где-то надо мной? Твою мать, в укрытие! А? Не, ну, было бы грешно не опробовать снайперку. Едеть! Уж не знаю, что послужило прототипом для этой штуки. Видимо, баротка. Но лица она срывает. Будь здоров. Найди цель! Вы гляньте, что творится. Можь! Можь! Будет обидно, если патронов на неё не будут давать. А так, чисто побаловались пять минут и на том хватит. Хм. Тут ничего. О! Установим связь. Всем вызовным отступать к пункту сбора С и ждать молов. Объект необходимо нейтрализовать. На местных жителей внимание не обращать. Если потребуется, открывайте огонь. Бедолагу убили. Сожгли причём. Блин, помню, у меня был такой вот мопед. Прям реально очень похож. Хонда. Красного цвета. Обалденный был мопед. Настоящий японский. Накатал я на нём не знаю сколько сот, а может и тысяч километров. Но мопед был офигенный. У него ещё так забавная сидушка так вообще-таки поднималась. И тут было отверстие для собственно говоря, залива бензина. Крутой был мопед. Прям реально крутой. Такс. Опа. Ещё один боец. Остановим связь. Опа. Уровень изгнанник. Хорош. Плюс один магазин к каждому оружию. Найс. Слушайте, а реально имеет смысл выполнять вот эти испытания и всячески прокачиваться? Это реально круто. То, что есть такая вот ну, типа прокачка в игре. То есть собираешь всякие коллектаблсы. Жесть. И потихонечку становишься лучше. Чем был. Так. А имеет вообще смысл сюда идти? Ненавижу эту херню ещё с самой первой части эфира, когда ты чё дёрнулся? И ты уже обнаружен всеми. Уже никто как бы никто не скажем так не будет неожиданной целью. Да? Для тебя. Все тебя уже спалили. То есть есть какой-то определённый я не знаю периметр в пределах которого собственно говоря игрок считается не обнаруженным. Только сделать чуть шаг вперёд всё. Ты уже сразу спален. Ого, их тут. Как тебе такой Илон Маск? Опять вертолёт. А как насчёт моёй? А? 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 Блин, он поля откинул её то ли просто жопой съел и она не взорвалась. Чё произошло? Чё моя граната не возымела того эффекта который я хотел? Ну да и хер с ним. Тупо идём дальше. Бойцов всех я раскидал. Значит я молодец. Могу достать с полки пирожок. Поделиться им с Пакстоном Феттелем. Который кстати называют именно Феттель а не Феттл. Как было раньше. Чё, они там поднимаются? Да. Я увидел тень. И сразу понял, что да. Цель никуда не ушла. Цель здесь. Ё-моё, что это было? Какой мощный зум на моей винтовке. Я же даже испугался, что смотрел в кого-то прям буквально передо мной. А это был просто фрагмент стены. Ну и всё. Ну и зашибись. Алё, алё, алё. Ух ты. Амбубус, амбубус, приём. Выходим, выходим. А я же прям сразу знал, что эта дверь не просто так здесь. Сейчас вот эта вот ещё откроется, да? Хм. Ладно, ребятки, я к вам не буду идти. Как скажете. Против вас ничего не имею. Блин, патронов нет. Вернее, гранат нету. Патронов-то в избытке. Вот гранат не хватало. Так бы я сейчас красиво закинул. А вот тут, наверное, и гранаты лежат. Да, да. Всё, что угодно есть. Всё. Зашибыц. Ну, вроде всё. Так. По гранатам. Лучше пусть будут осколочные. Не особо удобный выбор оружия. Селектора не хватает. Вот правда, когда в играх есть селектор, ну, типа такой вот крулый, как колесо, зажимаешь какую-нибудь клавишу и выбираешь. Ну, как, допустим, в том же Far Cry. Да? Четвёртом, допустим. Когда круглый селектор. Тогда всё удобно. А здесь, да, вот нам добавили новые гранаты шоковые. Да. На клавишу 6 они выбираются. Давайте кого-нибудь шокируем. Четвёрт говорит Чарли 26. Когда прибудут молы? Бьем опять три уже в пути вместе с молами. Тихо! Ну, видите, чё? Сразу, сразу палево пошло. Отлышите! Настряй его! Опа. Это же куколка. Это же куколка Альмы. Это один из коллектаблусов в этой игре. Мама! Сразу пять тысяч очков дали. И, по-моему, эти куколки присутствуют на всех уровнях. Не расходиться, ждём. Ещё немного подождём. Возможно, ещё не всё. Ах, ты! Ах, ты! Ух ты, мать твою! Беттер приехал. Понял. Начинаем шокировать господ. Уйти не удалось. Так, просто уйти не удалось. Да. Ты прав. Братишка. Ух ты, мать твою! Там ещё и штурмовик. Жесть. Что это происходит такое? Видимо, как раз-таки против этих упырей нам и понадобятся шоковые гранаты. Блин, ну везде сидят, сука. В каждой дыре. Всё? Нет, нихера. Да пиздец. Что творится-то в нашем отечестве? Так, ну допустим, а если снайпа, по идее, мощи-то поболее. Так, где ещё, ублюдки? Вижу. Давай, сука. Хорош. Я надеюсь, штурмовик не восстанавливается. Потому что если восстанавливается, будет плохо. Нет. Он не восстанавливается. Так, ну в принципе, двух осколочных гранат, двух шоковых гранат и пары магазинов хватило. Чтобы его убрать, будем знать. Так как, может быть, попадётся нам ещё не раз. Самый штурмовик. Ну, во втором эфире, к слову сказать, было достаточно весело управлять штурмовиком. Прям реально весело. Управляешь ракетами, постреливаешь из пулемёта, да. Если надо, вовремя вышел. Взял своё оружие, там, что у тебя ещё есть. То есть, грубо говоря, к оружию того, что есть у штурмовика, прибавляется ещё и твоё. Ну, там, допустим, пистолет, гранатомёт. Кстати, гранатомёт. Что насчёт гранатомёта? Можно взорвать херушки. Очевидно, игра предполагала, что я сразу ломанусь сюда. Заберу гранатомёт. А я решил подручными средствами разобраться со штурмовиком. Ну, ладно. Так, собственно говоря. Ах, так-так-так-так-так-так-так. Это испытание, испытание, испытание. Но нам нужно к вертушке. Один хрен, то есть. Братишка нас предупредил про то, что вертолёт — это единственный шанс отсюда выбраться. Помните ещё в начале, когда мы увидели? Ну, конечно. Ну, конечно. Вижу укрытие, сразу понимаю, что предстоит замес. Ух ты. Мать твою. А я подхожу. Устанавливаем связь. Полторы тысячи очков лишними не будут. Откуда? Блин, реально чувствую себя как в фавеллах в Modern Warfare 2, когда вообще хрен знаешь, откуда по тебе стреляют. Или как, допустим, в том же... ...в Макси Пейне. Тоже там зачастую вообще непонятно было, откуда ждать проблем. Здесь та же самая ситуевина. Неужели мне надо будет вот так вот распрыгиваться здесь? Нет, я даже не допрыгнул. Наш Пойнтмен даже не прыгал. Может быть, вот эти поддоны явно тут не просто так стоят. Явно. Очевидно, что сюда нам надо. Но... Где, собственно, наша дверь? Конкретно дверь. Возможно, вот она, кстати. Скорее всего. Блин, бедный мужик. Такс. О! Захватите вертолет Армахема. Тогда гранатомет не наш выбор. Мне показалось, что... ...это мины из Half-Life'а. Побежали уже, побежали, суки. Хотель 5-7. Так, давай, залезай. Вау. Это что такое? Что за упыть? Это вы так десантируетесь, ребята? Мощно, мощно, модно, молодежно. Думаешь, я тебя не увижу? Слушайте, неужели мне нужно будет висеть в первую очередь вот этого говноеда? Который этих солдат призывает. И то есть, типа, у меня как бы нет возможности долго сидеть за укрытием. То есть, это своего рода призыватель. Подобный же, кстати, мудак был и в прошлой части, во втором эфире. Полехом. Тот, правда, трупы поднимал. А этот, видимо, живых поднимает. Ну, призывает, я имею в виду. Какой в очков взрыв? Себе очков взорви, дядя. Фазовый взрыв. По-моему, минус два только что было. Нет, снайпа вещь. Прям кабины срывает только так. Шулер называется. Прикольно. Снайперская винтовка, Шулер. Одно из испытаний, да? 15 убийств из Шулер. LDR-50. Тихо. Слушай, почему же они так мощно давят? Прям реально не продохнуть. Или может такая локация просто что... Не шибко... Развлекательная. Бля-бля-бля, согласен. Ах ты, сука. Тут у него какое-то поле, да, силовое? Могу я по нему стрелять? Видимо, не особо. Сука. Ладно, попережем эти боеприпасы на крайний случай. Тихо. Тихо, сидим, ждем. Ой, бля, хамуха. Я понял, у него не снайперская винтовка. У него плазмоган. Я узнал этот луч. Я увидел этот урон чудовищный. И сразу понял, с кем мы имеем дело. Ну, восстановились, побежали. Боеприпасы наши. Тихо. Собеждем. Есть, Варик, тут залезет. Вертолет ЭХ-24, он прямо над вами. Ждите, еще чуть-чуть. Срочно, я его размотал бы. Ну, хотя бы размотал. Уже неплохо. Блин, братишка, я тебя уже перешел давным-давно. Мне тебе тут выпендриваться. Все, получилось, взлетаю. Тихо, тихо, никаких взлетать. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Надеюсь, летную подготовку ты не забыл, брат. Я в тебе ни на секунду не сомневался. Уже в следующей серии. Огромнейшее вам спасибо за просмотр, дорогие друзья. Надеюсь, вам было интересно смотреть первую серию Fear 3. Удачи вам. Не болейте. Подписывайтесь на канал. Играйте в хорошие игры. Огромнейшее вам спасибо за то, что подписываетесь на Boosty. Там эти видео выходят раньше, которые вы видите на канале. Удачи вам. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok